Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы знаете, вот я захватил вот эту бумажку, это рассуждение Пригова о поэзии, и оно как-то источник правильно покажет. Продолжение следует... Ну, это не значит, что они должны были прочесть, скажем, Джойса, Розанова и понять, что вот так вот, вот этот вот путь, а вот билетаристика в таком понятии, когда есть... Когда что-то, ну, как бы в обычном понятии, что это как бы вот... А вот это вот путь. Это не обязательно, это от книг могло быть, хотя книги могли бы подтолкнуть, но как-то само положение, да, пишущего человека вдруг толкает вот на какой-то вот такой путь Писания. Какого-то такого понимания Писания... А? Да, я вам хочу прочесть про рассуждение Крига, вот о стихах он говорит, в одном геологии, он же читал недавно, да? Вот, да, да, вот он разговаривает, значит, ну, неважно, видите ли он, в стихотворении с регулярным размером мысли всегда кажутся вещью случайной, то есть всегда ощущение какого-то фокуса. Все думаешь, как это в нужный размер еще что-то и разумное вложилось. Вот фокус, как-то и складное с уровнем мысли. А в виршах, ну, это он называет виршами, это там уже его его дело, мысли являются конструктивным принципом стиха, почти физически ощущаешь, я потом все это прокомментирую. Как предложение со всеми оговорками, неизбежными для рефлексии, отбеганиями в сторону, добегает до неизбежной ичаемой, как передышка на этом нескончаемом, затягивающем и самопорождающемся пути, добегает до ритма. Выходит не мысль в стихе, а стих посредством мысли. Ну, то, что добегает, вот мне здесь важно, что он сказал, значит, почти физически ощущаешь, как предложение со всеми оговорками, неизбежными для рефлексии, отбеганиями в сторону, добегает, ну, то, что добегает до неизбежной ритмы, это не обязательно, может быть, и не до ритма. Но, можно сказать, что, Илья Васильевич, я хотел бы присоединиться к тому, что скорее интересен сам процесс соображения, чем действительно уложенное в какую-то форму, в формуле стиха метрического, в формуле какого-то сюжета, как в повести в романе, какое-то что-то уложенное, заведомо задуманное, а потом вот уложенное и, так сказать, как-то описанное. Нет, здесь скорее процесс, вы соблюдаете какую-то форму? Ну как, не то что соблюдаюся, конечно, инерция, например, есть, вот инерция, значит, например, смотрите, вот смотрите, вот, например, я вам скажу, вот элементарное стихотворение, ну, скажем, попросите, инфантильно оно, вот, например, так, «Об одном ты думай, только обо мне ты, обо мне ты, только, только обо мне, обо мне ты, только, только мне ты, думай, только обо мне ты, об одном о мне». То есть есть представление, что стих это когда... И вот человек бормочет. И что-то такое набормотает. Конечно, это инерция сидит в этом размере, но это как бы безответственное, как бы может быть даже инфантильное такое бормотание, которое интересно тем, как человек в этом размере живет. Чем этим интересно, чем... Так как обычно, в наиболее принятом стихосложении, мы действительно видим, как идет стройно укладывается мысль или какой-то образ, и все это как-то вложено ненавязчиво в размер, и вроде бы как-то и форма строго освободена, и что-то вот такое изложено, внятное. А тут интересен сам процесс наговаривания человека. Поэтому в этом случае предстоит нам прежде всего не столько события описываемые, или чувства описываемые, или мысли, но образ говорящего человека, та или иная его манера, и разного рода узоры состояния говорящего человека, и манера говорения. В этом смысле, скажем, когда рьяные такие почитатели Розанова, когда они его... Ну, это тоже, если он для кого-то, скажем, вот у Розанов, вот с него... Вы имеете в виду такую чисто формальную и техническую... Нет, нет, не формальную, не в этом дело, там все это вместе. И, скажем, когда философы говорят о Розанове, как философы говорят, ну как же так, ну что же... Вот, Илья Васильевич, во времена его хотя бы говорят, ну как же, вот это же непоследовательно, вот есть система, вот эта концепция, вот, потому что они привыкли, скажем, к гейперу, или еще там, есть концепция, а тут, ну что же, так противоречиво, вот тот так сказал, то этот сказал. Тогда как там, очевидно, все дело в том, что это был вообще немножко другой жанр. Это был жанр, там интересен жест и поза говорящего человека. И вот этот процесс говорения, он доставляет... Ну, если, в общем-то, вы настроены на эту волну, и если такого рода удовольствие, так сказать, вам склонны к ним, то это доставляет удовольствие живо представленный процесс говорения, ну, с его личностью, там, разумеется. В этом смысле. Но уже есть раз, то есть Розанов о понимании людей лунного света, есть Розанов? Нет, я неудокознен, я имею в виду, конечно, да, я имею в виду, уединен, ну, конечно. Но уже совершенно разный. Нет, ну, понятно, что Розанов, так говоря, опознен. Нет, ну, всегда обычно, так, всегда же говорят, конечно, опознен, потому что, ну, обавшие листья, это так, в русле, известная литература, а это уже, это вот какой-то жанр такой, что ж зажали. Или, в этом смысле, скажем, кому, на кого действует невероятное магическое обаяние, допустим, вот, тех кусков Улиса, которые идут, там, от Леопольда Брум, ну, то, что называют потоком сознания. Хотя мы даже не хотим этого термином. Это у нас тренинг, да? Вот интернациональная литература. Ну, да. Когда? Тридцать шестой год. А, вы имеете в виду? Да, да, да. Интернациональная литература. Да, 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 интернациональная. Вот. Вот, ну, то же самое. Вот, скажем, если человек, скажем, любит там это делать, там есть какое-то вот это очарование, говорить. Ну, впрочем, что говорить? А тут или как-то, или это есть такое вот какое-то, раз так и действие, или не действие. Ну, конечно, при этом есть и тема какая-то, и, ну, какая-то, вот, понятно, там есть какие-то единства, обличность и темы, и так далее. Вот. Ну, в то же время, действительно, например, для меня, так же, как для некоторых людей, вот, из таких известных уже теперь имен, скажем, из, ну, уехавших, вот, Лимонов, допустим, из живущих, здравствующих, вот, Ригов. Вот, когда в стихе, вот, ну, я когда их слышу стихи, тоже мне это, скажем, понравилось очень. Когда, ну, то есть я тоже как-то вот не очень, я понимаю обаяние стихов, они, конечно, это великие поэты, там, были 19-е века, когда вот есть вот этот вот размер, в который что-то уложено. Но есть еще такой другой, другой путь. И он явно пошел вот в этом столетии, никуда не денешься уж. Ну, пошел он и пошел, вот ряд людей такой пишет. Какие-то внутренние, значит, причины побуждают так писать. Можно быть даже, ничего в этом плохого нет. Как бы, естественно, даже такая, я не могу понять, а чего там, чего стараться, а чего стараться укладывать что-то и дисциплинированное создавать конструктивное произведение мог. Я вам даже скажу, а чего стараться, все равно это не печатает, все равно вот я сижу, я время провожу, так чего вот, запишу, как запишется. Ну, конечно, вы не подумайте, что так уже безответственно, и тогда вообще как он, черчок, вылазит, и людей занимает этим делом. Конечно, там находится, он находит свои выразительные вещи, там их берет, а что-то отметает. Но, в общем, есть и такое, какое-то психологическое движение к этому описанию. Ну, это мне кажется, что зачем стараться, нет, зачем эту дисциплину письма, зачем так дисциплинировать в какую-то конструкцию, что-то тяжело. Но все равно у вас вы дисциплинируете, у вас есть определенный порядок, есть определенная форма, ваша форма. Ну, конечно, конечно, в какой-то форме приходит. Вы даже в голове-то густуете, наверное, где-то немножечко сознательно, и подстраиваете сознательно, так сказать, вот... Ну, конечно... Ну, конечно, ловишь себя вот на том, что вот этого вы делаете. Ну, это не поток сознания, это не просто так, не текст, который, так сказать, вот идет и из тебя целиком там на какой-то волне или просто на разной схеме. Ну, я так... А какого вы любите из современных поэтов? Из современных прозаиков? С одной стороны, вот когда человек все время проводит время на том, что много посидел в Писании, и с какого-то периода уже как-то уж правда, что-то не потому, что там, что-то неинтересно самому себя, а как-то уже вот это читать ничего не может. Он уже, возможно, преступляется восприятие. Но при всем при том... А при всем при том, наоборот, как бы каждого понимаешь все с точки зрения его задачи, все. Поэтому, ну, любая крупная фигура, и заметная, и даже просто известная, я всегда могу понять, почему он известен, на каких, на чем держится его успех, и в чем его обаяние, и могу поддаться. Если вот я читаю там подряд сборник, я поддаюсь, поэтому я не могу сказать, вот этого я не люблю. Да почему... Да почему... В любом как можно проникнуть, если он... А вы, ну, вы любите, доел? Ну, он тоже надоел, потому что все же приедается, конечно. Ну, а чего не приедаешься? Ну, конечно, любил. Если вы хотите, если вы хотите, чтобы все собрались послушать вашей рассказе, то мы же можем в нашем весенном до перерыва, когда у нас будет первым вопросом, и мы будем все расслаблены. Читаем. Читаем. Ну, перерывы просили, нет? Ну, вы готовы? Нет, я-то вообще не уставал. Нет. 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 Продолжение следует...